Не пройди не вынуждающейся помощи нашей, познакомьтесь с ними, чтобы мы могли возвестить им Слово Истины и помощь на той жизни. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христосу. Слава Христосу. Слава Христосу. Вот когда я служил, у меня морская болезнь всегда была. Ну как только шторм начинается, все, у меня, я вспоминаю, я очень страшно, мне плохо было, все, желчу прям, все выходит и все. Вот у вас такое было? Ну когда везли нас на Камчатку, первый раз в жизни, первый раз. Я не помню даже, вырвало меня или нет, но в глазах было не очень хорошо. А потом там гальюн заходит, переблеванно, запах такой. Мне кажется, ничего не ел даже. А тут есть через борт, через борт, чертик отражный, язык высадят и из него все выворачиваются. Так у вас? Ну у нас через борт нельзя было, это военный корабль, я не знаю. У нас все было заплеванно, все, весь корабль. Все моряки лежали, практически все. А это зависит от чего, от вестибулярной операции или как? Я не могу ответить на этот вопрос, от чего зависит. Ну у меня не было потом, когда я плавал там. Не было, как сейчас помню, мы попали практически в шторм. Шли мы по Балтике, в Хлайпеду на ремонт. Самое, вот я там никогда не забуду, я стоял за штурвалом. До того спать хотелось. Корабль поднимет, кажется, в бездну уходит, падает. А следить надо по двум приборам, аксиометр и компас в одну линию. Когда Балом избились штурмана, пришлось лезть еще выше. Выше на нашей рубке. А экипаж сколько человек? Экипаж сколько человек? Да кто его знает, сейчас я еще не отвечу. Такое, я только знаю, что ко мне приезжал брат, как-то, тут я ему выписал пропуск или что, но он был и обидал с нами. Ему тоже выдали жирный борщ был. Кажется, что-то такое было, как плов. Ему сильно понравилось. Ну пошли, когда на Лос-Монском котерке, где-то где-то, а там маленько, три раза его качуло, и из него все вылетело. Он слабый вообще-то, да, мне смешно. У меня другое было, когда на берег сходил, если у меня было там, ну, три-четыре дня свободных, стояли на рейде когда, мне такое впечатление было, будто бы меня стены улицы давят. Как-то тяжело даже было, до того охота была в море. И когда у меня, ну, уже пришло время уходить, где-то я ушел, я думаю, как я привыкну. Привыкну. Это то ли дается, я же вырос в степях, никогда этого не было. А вот когда любишь, и с таким желанием я учиться начал, помню, годовая программа высшей математики, меня особенно запомнилось, я сдал за неделю. Я когда говорю, никто не верит, это как это за неделю, это же не дважды двадцать четыре, это высшая математика. За неделю сдал. Пятерка. Я считал, и она, ну, вложилась, и все. И вот теперь-то время такое, все на приборы надеется, то другое, но на приборы надеется, и сам не плашает. И в это время с плашками махать вот это, я не знаю, кто умел. Я самостоятельно это изучил, потом стал как по-английски с англичанами встречи, чтобы плашками передали где-то. Это ни один у нас во флоте не имел этого. Но я постоянно занимался. И в этой биографии, для слова Божия нет уста, мне биографию давали при поступлении в высшее мереходное училище. Там это все отмечено, непрестанно, учится, то другое. А теперь-то я все смотрю, сколько было не нужного. Вот у меня один знакомый кинолог, он занимается собаками. Вы его все знаете. И вот они собираются. Приятно, что собака, которая где-то как-то была, молталась, а теперь он ее на ущелье, она может сидеть, ходить. Ну приятно. Ну а конечный-то результат какой? Куда ее применить? В городе сколько ходят с собаками на соревнованиях? Любого человека спроси, какая польза твоей собаке? И кому? Тебе да. Собака тебя на прогулку выводит по утрам. Не ты ее, а она тебя. Потому что иначе она в комнате отправляться будет. Ну дальше что? Дальше почесала ее, какие уколы сделала ей, прогуляла и все. Ни от тебя, ни от кого нету. Но это полезно, ходить на свежем водке. Но от собаки-то кому какая польза? Да ты столько времени потратил на нее. Я с детства знаю, вырос среди собак. У нас две-три всегда было. Две, редко три собаки. Отец спас овечек. Большие балкодавы. Ну ясно, что нужно. Ночью охотники покушать. Овечек приходит где-то. У отца ружье. Собаки залаяли. Мать разбудела. Отца сказала. Отец вышел с ружьем. Третья собака при нем. Тут все объяснимо. Я вот занимался. Мои собаки подсаживали в ювелирный магазин охранять. Было такое, что они какой-то кувалдой разбили в витрину, а взять еще не смогли. Она была в заднем кабинете. Она по кабинетам шла. По кабинетам все открыты. Иначе как она зайдет? Стекло разобьют, залезли. А потом там прям внутри магазина еще шли тренировки. Потом ударил, будто бы стекло разбилось. И в это время она где-то в другом месте была. Там магазин-то большой. Она со всех ног туда несется. И туда вцепилась в него. Там повалила. Хозяин придет. А бывает так, какая-то мужда, что они надо бы сейчас обхожить. Собака-то долго живешь. И бывает она отправится. Поэтому я заходил в первый магазин. Открывали. У меня с собой там салопарный мешочек. Собок все убрал. И за нее мне платили каждый месяц. Когда разбили стекло, они туда ссунулись. А сигнализация-то сработала. А взять-то еще не смогли. Она как бросила собаку. Они все бросили туда. Но она не выскочила никуда. Она там. Они же не взяли ничего. Дать бы ее она не возьмет. Она не возьмет совершенно. Он его превращает так, если кто-то что-то дает. Есть это враг. Она многое набросается на него. Это враг. Понимаешь? Человеку говоришь, ни в ком священник давай. Но они там еще в милиции. Приехали где-то у соседей. Щит взяли. Щитом приезжали и держали. Ко мне на дорогу домой, а меня нету. К соседям. Соседи говорят, так сегодня же суббота. И он говорит, в храме. Они туда. Ну а что? В храме-то меня спросили. Я в правом пределе, в Сиропиновском стою. Они подошли, сзади меня. Я глянул. Милиция. Они меня машут. Пальцем. Я вышел на улицу. Так и так. Магазин вскрыли. Вы срочно нужны? Ну еще. Прервал бы заслужение, поехал. Приехал, зашел. Взял ее собаку. Тогда уже продавцы уже были там. Уже привезли. Что взяли? Что потеря? Потери никакой нету. Ясное дело, что мне поглала собака. Мы едем когда. На ней ошейника почти никогда не было. Ошейника. Он посмешание было. Ну а меньше. Кричает на нее. Я шепотом скажу, и она все сделает. Вот он лает, допустим, на каждую ласточку. Это у нас, во-первых, потеряет те нарушения правила, чтобы собаки не лаяли. Только обнаружить постороннюю. И она у меня дома, и соседи ни разу не слышат, чтобы у меня собака залаяла. Но вы ее учили так? Так учил, да. А если она лает, как вы ее наказывали? Никак она не лает. Не, ну поначалу-то первое. Ну никак она не лает, я ее держать могу, я стою рядом с ней. Я занимаюсь одной собакой, а не 20-30. Я никому не помогал, у меня таланта нет на это. Нету. Я по книге пойму, покупаю, и собаку грейсировать, и в уголовном розыске. Там пограничники были. А я когда вижу человек с двумя собаками, мне его слушаются, для меня это диво, это выше моих способностей. Я с ней один, я слепый, как будто одно. И поэтому, ну видишь, мне трудно об этом говорить, но я знаю, что от этого должна быть польза. Польза какая? Ее научить за слепого переводить через дорогу. Если где-то яму, чтобы слепой туда не рухнул. Охранять дом. Ну главное, это охрана, охранять. Главное охрана. Ну а дальше-то и задержание преступника. Когда нужно задержать, она же дрожит. Как ее только впустил, но и пошло. Видишь, мы учились так, что если мы его задержали, то с ним никто не имеет права разговаривать дружески. Он идет впереди метров на шесть, чтобы на нас не бросился сразу. Собака идет, никаких наводников. сразу повалить его и рвать. Я дежурил здесь и вдруг кто-то залез, говорит, я пошел обходить склады. А собака-то со мной. А он бежать. Он не вскрыл склад, ничего, только на территорию проник-то. Он бежать. Она как схватила за воротник, вот так, воротник-то внизу, у нее и остался пальто, вырвало целиком. А тут рядом милиция, я не вздумаю бежать. Я отпущу сейчас собаку. Тут я на полотне, держу, сразу же милиция, сдал его и все. Она охраняет. Вот у меня знакомый был, Сергей Павлович, он давал собаку урагана. Она охраняла каждую ночь нас. Люди подступают, где-то она рывала все в сторону. Потом, если было ребятишки, требовать плату за стоянку этим живут. Только вырвалось, никого она не тронула, нигде. Кроме того, мы дорогой купались, и он здесь. Можно вычитать, что она тебя будет вытаскивать собака. Ее, вам, где-то такие. Вот, мы везде должны понимать конечную цель. Какая? Я держу кошку. А зачем тебе кошка? У меня голуби, а голуби летают все зерно. А где зерно, там мыши. Хочешь, не хочешь, зерно посыпается на пол. Там мыши обязательно. И могут быть даже крысы. А тем более там семечки даю им. Поэтому у меня кошки вахтовым методом дежурят. Одну беру другую. Амшаник. Амшаник, где пчелиные колодки стоят. Поэтому мы там я оставляю и на неделю кошка остается там. полуподвальное помещение. Ходили мы за малиной. Там два таких больших. Кошка, она оправдывает себя? Там еще нельзя сделать по-другому. а кошка все подберет. А вот голубей говорят, держишь. Какая польза? Двойная польза от голубей. В первую очередь вот сейчас у меня там лишний сколько. Надо селекцию провести. ну-ка можем сегодня вечером выбрать. Поэтому это супер диетическое мясо. В Египте только один ресторанчик есть, который дает жареных или паршированные два сорта голубей. Но те меньшего размера и едят с костями как гальяна. Такого я не слыхал даже. приезжают из Европы когда они найдут город там еще где ресторанчик этот на окраине где-то они голубей выращивают. Это в первую очередь есть голуби по килограмму по килограмму мяса. Это вообще как курицы. А другие голуби больше никуда голубь просто любительский. Я вот здесь работаю они воркуют я слышу. Когда время есть я залезу сяду и посижу там. Полудини сюда будем вместе делать это. Сюда поднеси. На поставь сюда а сам отойди. Давай. Судя набрали вот это. А куда веточки нам можем бросать? Да. Вот так перебирать. И вот это открывай. Просто открывай кудыльки открывай сядь ближе. порченые. потом. Главное от мусора пищи. На подбивай. Вот такое дело. Должна быть польза. А голубей польза какая? Для воспитателей целей. И второе то я сказал бывает иногда на мясо идет. На армей. На что-то здорово. сразу так подряд потом дилей вышел на воде отрывать. Какая польза? яблоки. Какая польза яблокей? Сейчас заварить в виде комплекта, зима, в человеку потребуются витамины, но я хочу или не хочу, я по неволе начинаю думать о пользе, что я от этого получу. Это мы сегодня набрали, с одной яблоки, сейчас вот коза заходит и на все съедает, выходит пополь пирамидальный и над ним пирамидка, почему она отказывает, она сожрет иначе, а она тут заходит в пепельме начинает тянуть яблоки. Я должен пойти сейчас хозяину сказать, а ему не понравится это, но у нас устав в деревне, скотина должна быть привязанная. Я должен научиться извлекать пользу духовную и по телесам не забывать. Смотрим, у меня очень большие воспоминания. Вот допустим, мы беседуем там, на море-то. Вот говорят, а почему я сколько служил с тем, там же корабля, никого верующих не было, а тут прихожу столько верующих. Почему так? Потому что наш Бог сказал, идите и благовествуйте. Вот я первый раз беседую, если ты веришь в Бога на корабле, я? Нет. Не верю. А почему не веришь-то? Ну почему-то лежит, бросает кто-то, не отрывает. Вот эти бутырьки, да, отрывают. Ну я говорю, ты родился, у тебя какая-то цель должна быть. Ну кто-то сказал там, посадить дерево, построить дом, родить сына. Все это смертное. И дерево сгорит, и дом падет, падение великое будет. Цель-то не в этом. Должна быть цель, и притом такая, которая в любом случае должна быть достигнута. Я говорю, если ты этой цели, цель жизни не достиг, значит ты бесцельно жил. Ты напрасно жил. С этим соглашаются. Ну да. Я говорю, давай, я показываю просто так. Вот это вот стол, вот по краю. Вот это вот, вот эта цель длинная, край стола, я показываю реально. Он говорит о том, что жизнь моя 70 лет. При большей крепости 80 лет. Я иду по краю. Эта цель жизни у меня там в конце я должен достигнуть. Ну вот, ну ты говоришь, дом, сына ради дерева посадить. Ну вот, я могу каждый день вот так оборваться вот с этого места, вот. Вот я иду вот отсюда. Вот родился со мной 5 лет, 10, 15. Я иду. Цель моя там. Ну не могу же я родить сына, когда самому еще 5 лет-то. Но в 5 лет жизнь прерывается. Бывает так, сгорелый ребенок, как сейчас он в Кемеров там или утонул. И цель должна быть достигнута. Ни дерева нету, ни дома, ни ребенка. Значит, цель нет. Ну а как? Я родился уже, я создаю. Мне 10-15 лет какое? 15 лет я и не женился, дом не построил. Значит, не эта цель. Польшивая у тебя цель-то. Ну а какая? Ну вот такая должна быть, что в любой день вот здесь моя жизнь заканчивается. Вот сейчас я через борт упал, или меня выбросили. Ну или корабль наш опрокинулся, потому что температура наружная там по 30 градусов. Борт убьет, и вода прям на борту застывает. Ее не обколотить, ничего нельзя сделать. Никак. И она больше и больше с одной стороны, и наконец его опрокидывает. Тысяча тонн льда. Лед бьет, и каждый раз ударил только ее. Еще не сделаешь. Мы попали в трудные обстоятельства. Ну и какая? Теперь уже они меня спрашивают. А вот об этом я делюсь. Для меня жизнь-христос, а смерть-приобретение. Приобретение. Для тебя смерть, все. Говорят, жизнь или кошелек? Кошелек не отдашь, жизни нету. А я отдам, не отдам. Цель будет достигнут. Я Бога благодарю, за врагов молюсь. У меня цель. И когда я эту цель понял, а ты из-то он чего? Вот со мной сейчас переписываются с Америки один. Сам же вышел на меня, и сам трепещет. А, вы меня решили обращать? Да ты на меня вышел-то. Ну, посмотрим про эту переписку. Два дня переписываем, все, его уже истрепало все. Вы мне фразы, еврейская, жидовская, там, Библия, ну, как все там. Стандарт. Безумие. Я ему показываю. Достоевский говорит, русский человек если поверит в атеизм, он никогда не подумает даже, что поверил в нуль. Атеизм это тоже вера. Вера в ничто. Зачем тебе это нужно? Ничто. Ни цели, ни смысла, ни доброты, ни какой-то может. А ради чего добро? Зачем? Вот явно Златоусту говорят. Ой, верующие тоже мне. Да я знаю таких верующих, что не верующие лучше живут и лучше ведут себя. Верующие. Иоанна Томс говорит так. О том, что верующие ведут себя неподобно где-то, это я и без вас знаю. То есть верующие иногда же бывают образцом, с кого брать пример. Ну не с Ленина же брать пример, а не с бандита этого, лукавого, презренного лодыря, обманщика стопроцентного. Тебе понятно, о чем я говорю? Да. Цель должна быть достигнута. Иоанна Томс говорит, что я сам знаю, что верующие не все ведут себя подобно. Хорошо. Но о том, что не верующие лучше верующих и ведут себя прилично, я этого сказать не могу. Почему? А почему? Для того, чтобы быть нравственным, у нас три причины. Три причины. Первая. Три причины у нас у верующих, которых у неверующих нету. Первая. Ад. Я буду творить плохо, буду грешить, нарушать заповеди Божьи, меня ждет после смерти ад. Это очень крепкая узда. Почему Надежда Константиновна Крупская, жена вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, она говорила, религия тире узда для вас. Узда. Одного спросили, я говорю, ну ты верующий, а почему дети твои в воскресную школу ходят? Зачем же ты делаешь это? А как, по-вашему, я должен делать? Если они будут не верующие, они же меня убьют. Они, золотые, пожелают моим имуществом преждевременно, они убьют меня, поэтому я хочу, чтобы дети мои были верующими. А я сейчас, говорит, ложусь спать, и по 14-15 лет я, говорит, уже стол все подбегаю к дверям, чтобы проснуться. И рядом ружье, говорит, да от детей своих. У меня один на работе был, портальгер, по миле его. Он говорил, только одно говорил, кто бы убил моего сына. А один разбился, за половину пошел по краму, а другой каждый день его душа не бьет. Кто бы убил моего сына? Родился. Значит, первое, почему верующий благословляется Богом, у него есть травма. Я говорю о верующем настоящем. Я, например, стал евангелем проще, потому что мама говорила, вот это нельзя, иначе ты, сынок, в ад пойдешь. А ад – это огонь. Никогда оттуда не выйдешь. Бог сказал, терплю до конца, а буду мучен без конца. Игнатихович, ну а как вот… Я не кончил. Так, это первое. Второе. За то, что я все жертвую, помогаю бедным, за квартиру нигде никогда не беру, последнее отдаю, я к примеру говорю такое. За это обещана награда, обещание будущих благ и жизни будущего века. Это вторая причина. Ну скажут, эгоистичная. Да, эгоистичная. Но она идет через спасение других, которым я помогу. Которых на хорбу напою, напоили, накормили, посетили. Войдите в радость господина своего. Считал? Да. В ответ 22 глава. И третье. И третье, которое люди не знают. Это помоществующее, помогающее благодать Божия. Я бы никогда этого не сделал, а Бог сделал так. По милости Божией я оказался в тюрьме. И во мне там нуждаются все. И охранник, и начальник тюрьмы, и следователь приходит. Нуждаются и очень сильно. Все считают за счастье побеседовать даже. Так. И если, несмотря на это, что у меня есть три причины быть добрым. Это страх Божий, наказание, обещание будущих благ, награды. И третье, помогающая благодать Божия. Несмотря на это, верующие не таковые бывают. Ну, мукаивают где-то, обманывают. Ну, бывают такие-то. То, что сказать о том, что... Прошу отрывать. Так. Он говорит о том, у которого ничего этого нету. Поэтому Златоуд говорит, что неправильно ведут себя верующие. Я этого не отрицаю. Потому что неверующий ведет себя как должно во всем, этого сказать не могу. Вот теперь понятно почему? Ага. Вот теперь говори. Ну вот. Как объяснить это? Я еду сейчас, смотри. Я плыву. И меня вдруг волна сбросила. У меня ни сына нет, ни дома, ничего нету. Я из армии только вернулся. Так. Моя цель должна быть достигнута. А мне на воде, как 20 минут, и меня уже скроет волна. А если это в северном, то более 5 минут. А нахлаждение я пойду к одному. Но цель достигнута. Я пишу последний куплет, когда рыбацкая шхуна с волнами боролась. Длительный крен возрастал. Смеченье, как черт. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через курсы не распробегала. Был лопасть и видел плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами стих. Остались минуты, а дальше развязка объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы. Черные лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные плюнут китана, стар меха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена разом в волну. Иные от страха сидеют в минуты и умерли прежде конца. А если не вышел совсем из каюты. Призвали на помощь дворца. Молитва и в грохоте вон прерывалась. И глохом под тяжестью вон. А руки их небо с тоскою касались. И скучались в небесный сион. Когда мой корабль опротинет пучина. А рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. То есть вот моя цель моя достигнута. Все. Меня сбросила волна. Подорвались на мини где-то. Мы все время верующим к ним доготовались. Сын. Независимо от того. Есть у меня дом, дерево и сын. Никакой роли это не играют. А если будет много может быть. Меделеев был восемнадцатым ребенком в семье. Главное, самое главное быть во Христе в Духе Святом. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Жить в Духе Святом. Ответи ему это. И попроси себе дёрка другое дать. Сейчас. Ты знаешь что? Помогай ему резать там. А если хочешь походь здесь. Тебе это понятно? Да, Игорь. Вот я тебе и хочу сказать. Жизненный грант. На вечной девятой волне. То есть каждую секунду меня может Господь призвать. А вот реально были люди, которые на том свете побывали, а потом обратно вернулись? Ну, клавлялись уже на Парнаволе. Я встречался с ней. Она воскресла. У нее из морда, кажется, справка. Что она умерла, тело ее там находится. И сколько она мертвая была? Там все написано. Это в 1964 году было. Запиши. И что она рассказывает? Устюжалина Клавдия. Устюжалина Клавдия. Там все написано. Устюжалина Клавдия. Сын у нее Андрюша был. Он сейчас в Трунино священник. Трунино. Ну, таких людей было много. Трунино – это Алдайский край? Да. На улице Надежды Крупской. А она где была? В аду или в раю? В раю не была. Она как будто только видела. Ну, а так-то все там. Подробности надо посмотреть. Профессор Неймором делал операцию. Тут шором был большой. Впервые, кто широко разнес одевся – это Александр Пивоваров, патриарей, кандидат в богослужских наук. Мы с ним близко-близко были знакомы. Мы у него на дому учили все. Полный курс семинария. Три брата. Когда ударят, вот так вот, окрещают. И это вот началось. Слышал рассказ? Мужик сидит смиренный, тихий там. Второй лебось или в автобусе едет-то. А рядом стоит военный. Ну, а тут какой-то с юга, там туркмен или кто-то, говорит, наступил ему на ногу-то. Ну, он думает, уйдет или не уйдет-то. А он стоит и стоит на ноге-то. Он не знает, что наступил на ногу. Любей-то много-то. Ну, не вытерпел военный-то. Как дал ему этому. И все. А мужик, который смирился, сидел, бигом заскочил, давай его пинать. А когда задержались, стали спрашивать, а ты-то еще сорвался, тебе еще на ногу? Так они все тут захватили, говорит, выйти некуда. Я подумал, ну началось. То есть он на вид никакой, а оказывается он тоже чем-то был недоволен. Раз началось это, ну и все, верю. Говорят, все, спасай. Путин правильно сказал? Когда сказали, что Россия для русских, это могут сказать только ненормально это, придурки. Или умышленная провокатор. Не, ну контекст, смотря какой, Игнать Ильич. А? Смотря какой контекст этих слов. Можно и так, и так понять. Я говорю то, что сказал Путин. Националисты говорят, что Россия для русских. Если русские у власти, то всем хорошо, всем народам хорошо. Если житы у власти, то только жидам хорошо. Все остальные страдают. Факт, факт. Ну как сказать, он парень. Ну так. Я не могу понимать, что когда начинаю говорить, ничего такого больше нету. А вот я ничего не опровергаю. В первую очередь запомни, это мне доказывать не надо. Но, я говорю, что на нас это не срабатывает. Вот жид, жид там то другое. Нам все помогали. В Чечню не ездите. Там только голову режут. В Чечню не ездите. А мы в Чечне были, а они до хороших воспоминаний остались. Я не знаю, я не могу объяснить. Вот сейчас там какие-то есть защитники, правопорядки, что-то такое. А Рамзан Кадыров сказал, что сейчас закон примем, чтобы их вообще в республику не пускать. А там поднялось такое обращение к Путину. Это нарушение первой статьи Конституции. А секретарь там у Рамзана Ахматовича-то и говорит. Ну это говорится вот о чем. Потому что приезжают здесь и начинают мутить. А молодежь их камнями забрасывает. Ну какая молодежь? Восемнадцать-двадцать. И поэтому... Я не знаю, понимаешь. Вот когда я считаю, как он ведет себя этот Кадыров, то на велосипеде едет, то где-то порядок какой-то нарушает, становится в очередь и платит деньги за нарушение. Или, может, заранее подготовленное это было такое. Мне всегда нравится это. Я... Вот так вот... Страт у меня такой, что люблю этот порядок. Рамзан Ахматович, это как... Ну... Закрытая дверь какая-то для всего, что оттуда ползет. Вот он отчитывает тех, которые готовились его убить. Родители стоят, плачут. Он выговаривает. Смотрите, какая мечеть. Вы сидели, вас возили в моей полиции, там намаз провели, да? Ну скажите, а за что вы меня хотели убить? Кто такой беседует? Какой царь беседовал бы так Сталин? Ленин, Иван Грозный, Петр Первый? Ну, маленько, ты гляньте дальше. Ну ты все время говоришь себе, что он не христианин. У меня от него благодарность есть даже. Что я ему книги подарил. Он мне очень нравится. Я не скрываю это. А, да вы мусульман хвалите. Ну я хвалю, что целомудрие женщин, как они одеты, хиджаб. Это очень близко к тому, как у нас. У нас в общем. Ну вам же отец... Вот отец Тихон вам рассказывал дореволюционный уклад. Или какой он вам рассказывал, что вот раньше... Вот это... Отец ваш Тихон. Да. Он рассказывал вам дореволюционный уклад или уже при большевиках как было? Что? Ну вот, как жили тут много дворов там все... До тридцатого года. До тридцатого? Вот с десятого года. А, ну то есть уже при большевиках он... Конечно. Когда вот это НЭФ было, когда землю дали, люди стали работать, а потом раскулачивали вначале. И то называлось раньше. Раньше это дораскулачивание. Про это он и рассказывал. У всех свое хозяйство. Все привозили, сдавали, там плант платили. Ну как было... И как было бы, если бы не это вот то, что случилось со страной. Видишь как... Я был в такой обстановке, когда никогда не жаловались. Вот не было это у нас. У нас ни в семье не жаловались, ни родители никогда. Ну что есть, то есть. Они благодарили волны. Попробуй, пожалуйста, тебя сдадут и все. Ну, может поэтому... Между собой они не жаловались. Я не к властям. Дома. Никогда мы не слышали, чтобы все отняли. Пришли налог забирать. Отец без руки, с войны. Вторая группа, пожизненная. Мать 10 детей. Казалось бы, можно было там маленько хоть оставить-то. Ну что-то там были. Все забирали подряд. Это уже я помню. Но ничего нет у нее. Все отнимали. Все. Но ничего. И те люди и пригорли. И наши отошли. Со Христом. У нас какое-то такое радостное детство было. Такой бедности, кажется бы. А у нас всегда было радостно. Весело так. И даже не верится, как мы здесь сегодня имеемся. У нас ничего не было. Вот, представляете, идет гроза. Мы одежу снимаем в поле. Одежу свернул и на нее лег. А у тебя дождь хлешит. Дождь прошел и оделся в сухое. У нас защиты никакой не было. Мы сами придумывали. Шалашики разные делали. А сегодня люди все имеют и все что-то тарахтят. Недовольные. У меня, ну, минимально, там, перец, а то другое. Я живу и, ну, не нуждаюсь, чтобы с головы помирать. Сегодня мы, смотри, сколько дров заготовили. Ох, там, рыбки мало поймали. Я всю кошку отдала. Тоже нужды нет. Тут собрали яблочки с одной яблочкой. Мы их забрали, там, может быть, пятую часть. Остальное пропало там, белье. Ничего. С этим еще поправиться бы как-то. Хоть вот надо тоже повырезать тут. Да нет, они уже все имеют. Ну, проверить надо. Дилье придется. Специалисту Владимиру Александровичу. Ну, я вот самое гнилое ложу. Там уже негде печати ставить. Ты споришь, а я не спорю. Твое дело. А там можно краешек что-то вырезать, подать на обед. Кто-либо что ставит малое, мало-помалу придет упадок. Повтори. Кто-либо что ставит малое, мало-помалу придет упадок. Это променять. Серый архов 19-1. Книга приму до стенки соседа Серагова. Это первичная обработка. Листью убрать сейчас заберете и все чисто. А все, что не начнет, говорит, успеет. С сайта, что надо с сайтом вы хотели? Что-то про сайт вы говорили. Утром про сайт, что-то конкурс или что-то. А-а-а, так надо пойти посмотреть вместе с сайтом. Да, да, в них будет что-то. Конкурс объявлен православный. И там награда обещана. 500 долларов в первое время. Ну, даже краткая биография. Мне надо, чтобы кто-то было написал. А то я про что-то не так напишу. Сейчас вот сделаю. У Володи попросим, что он нас отпустит, то пойдем. Отпускаю? А? Отпускаю, кричит. Не знаю. Мы должны сказать. Сказать, вот настолько-то отпусти нас, если можно. Потому что он заботится, чтобы оприходовать яблоки, надо везать, кипятить, заливать сахар тут. Да, про сайт я просчитал, но ничего не стал делать. Я не доверяю сам себе. Надо, чтобы кто-то подсказал, что можно сказать, что нельзя. Ну, надо вникнуть в условия, что они там, ради чего они это затеяли. Ну, как бы не вникли. Я заранее могу сказать, что первое место мне будет обеспечено. Если только они, то верующие. Ну, да. Ни у кого такого сайта нету? Ну, мы же на практике-то видим. Нет такого сайта. Ну, представь, у меня... Ну, я имею в виду сайт, это YouTube, все это вместе. 12 тысяч, уже 400 роликов. Тысяч. Какие плейлисты. Полностью засчитана мною Библия, которая в интернете распространена. Архибеллах ГУЛАГ. Златоуст 12 томов. Жития 12 томов. Моим голосом начали. Можно сказать, что... Сайтолюбие 5 томов. Григорий Диченко 4 томов. 50 по щеки только аудио. И все это выставлено, ну, я сказал, по полчаса ролики. А сколько там? А сколько это? А дальше-то сколько? И занятия в университете. Там чего только у нас нету. Какую тему не коснись? Детский лагерь. 475 роликов про детский лагерь только. Ну, нет таких. Нет таких. Просто не существует. Хватит. Давай сюда. Отроление-то. Можно сказать, что сайт ведет начало еще с катушек из Советского Союза. Там же началось все. Да. Когда вы озвучивали. Поэтому, видишь как. Я знаю. Если бы кто-то в них подозревал, то равного в нашем сайте нету. И все это теперь уже пересвифровано сюда. Тысячи проповедей. Работа в Тюрьме. Миссия. По всему миру. В нашей Европе. Поездка. И все это снято. Ну, нету. Просто я говорю сколько. Это нельзя взять. Сколько у нас всего. А вы напомните, Игнатьевич, то есть вы стали озвучивать. Вас кто-то попросил об этом? Да. Так озвучено это малая часть. Нет. Тогда еще в Советском Союзе. Так примерно 2500 часов еще не озвучено у меня. Ты представляешь сколько там? Не оцифровано. Не оцифровано. Только на этих. На катушечных магнитофонах. Так. А что я хотел. Беседа с отцом Клебом Никфонином только 16 часов. Ну, а когда вы первый, самый первый раз сели за микрофон? Когда? Записано у вас? Ну, когда. Сказать так точно я не могу. Но, наверное, сначала совсем маленький был такой. Маленький, маленький, маленький. Ну, в 75-м. И что уже? В 79-м я встретился с Тричкуновым Леонидом Ильичем. А Леша звали его. Вот тут у нас пошло уже. Все. Я стал начитывать. Специально он взял такую, надевать несколько микрофонов. Это вообще. Вот тут у меня уже пошла настоящая работа. И размноженная, и дальше по всей стране. Ну, а дальше уже власти тут стали знать. Вот и пошло. А дальше еще ты выкладываешь. Ну, а тут можно вырезать еще много. Ну, вот этот вот вырезать. Смотри, какой. Вырез это. Он вырежет как раз. Твердый. Тут надо перебрать, как я сказал. Ты мало по малу придешь в упадок. Ну, вырежет Бог-то, который чистит. Чего ж его не взять-то? Я сейчас постараюсь рассказать, что это перебрать. С ножом прямо перебираю. Все, однако. Все? Ну да. Все надо. Аллилуйя. Аллилуйя. Адх. Вот прям. Облак. Он отверстий. Он отверстий. Продолжение следует...